Девятое мая 2008 года. Впервые за 18 лет по Красной площади торжественно прошли новейшие образцы вооружения. Подлинной сенсацией парада стал показ сверхсекретных оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Этого события один из главных его создателей Олег Мамалыга ждал больше 20 лет. Создание такого комплекса было особенно тяжелым в те знаменитые 90-е. Ввиду ограниченного финансирования, полуразрухи в стране и так далее. Тем не менее, КБМ и предприятия-разработчики-изготовители устояли. Комплекс принят на вооружение, серийное производство. И многие-многие годы он должен быть в нашем понимании одной из самых надежных средств, оружием в защите нашего государства. Только об одном сожалел Олег Мамалыга. Главная огневая мощь комплекса «Искандер-Ракеты» остались скрытыми внутри боевых машин. Вот это и есть та ракета «Искандер», которую зрители так и не увидели на военном параде. Внешне ничего особенного, но зато какие боевые качества. Для наведения ракеты на цель достаточно сделать ее фотоснимок, отсканировать и передать по каналам связи в бортовой компьютер. А дальше все происходит автоматически. Мощность боевой части огромна. Полтонны взрывчатки хватит, чтобы разворотить любой подземный бункер. Точность и большая разрушительная сила приравнивают «Искандер» по эффективности к ядерному оружию. О тайнах самого секретного ракетного комплекса сухопутных сил в нашем фильме сегодня. Ракетный спецназ. Сколько было в Ленинграде событий в июньские дни 1957 года? В саду отдыха выступал оркестр Леонида Утесова. На воду был спущен первый в мире атомоход-ледокол Ленин. Глава СССР Никита Хрущев выдвинул свой знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения». Вот вышел этот курский крестьянин. Так разве он похож на того крестьяна, который был в Курске 40 лет тому назад? Это новый человек, это новый крестьянин? Так с этими людьми, я не знаю, черту в голову свернуть можно. В эти же июньские дни 1957 года состоялся юбилейный 25-й выпуск Ленинградского военно-механического института. До самого утра выпускники, ставшие в один миг военными инженерами, бродили по городу, спорили, клялись в вечной дружбе и гадали об уготованной им судьбе. Если оценить это состояние одним словом, я бы назвал так, это состояние ожидания. Понимаете? То есть ожидание, что дальше будет еще лучше, еще интереснее, еще разнообразнее и так далее, и так далее. Олег Мамалыга получил назначение в Коломенское КБ машиностроения. Удивительные сюрпризы иногда преподносит жизнь. Его отец именно из Коломны уходил на фронт в годы войны. Фамилия Мамалыга прозвучала в Коломне в 43-м году, когда отец, будучи подполковником, после госпиталя получил назначение и приказ сформировать гаубичный полк здесь, в Коломне. Конец 50-х годов был временем разгара Холодной войны. Две ядерные державы США и СССР всеми силами пытались получить стратегическое преимущество друг над другом. Секретно. 20 октября 1958 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Василию Соколовскому. Отделение баллистических снарядов военно-воздушных сил США приступило к разработке новой межконтинентальной ракеты «Минитмэн». В систему наведения включена бортовая вычислительная машина, что позволяет резко поднять точность боевого блока. Начальник Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Иван Серов. Новое поколение американских ракет «Минитмэн» предназначалось для уничтожения советского ядерного потенциала. Гарантированной защиты стационарных ракетных позиций до сегодняшнего дня не существует. Поэтому в 1960 году специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Коломенскому КБ машиностроения было поручено разработать мобильный стратегический комплекс «Гном» с твердотопливной ракетой. Курсируя по бескрайним просторам Советского Союза, они стали бы неуязвимым ракетным отрядом специального назначения. Со мной существование такой возможности уже, так сказать, придавало определенную уверенность в том, что враг не стрельнет первым. Ну а мы уж во всяком случае первыми, честно говоря, не собирались. Руководитель Коломенского КБ машиностроения прославленный артиллерийский конструктор Борис Шавырин решился бросить вызов именитым ракетным конструкторским коллективам. Борис Иванович, значит, встретился так на каком-то вечере с Королевым. И Королев, Борис Иванович лично говорил, Боря, ты не за свое дело берешься, вот, все равно у тебя не получится ничего. Но Шавырин верил в свой коллектив, особенно в молодых инженеров. Именно в их среде появилось оригинальное решение для создания «Гнома». У нас на предприятии образовалась группа, ну, скажем так, энтузиастов для начала по созданию и разработке прямоточных двигателей на твердом топливе. Шавырин поддержал молодых конструкторов и узаконил применение прямоточного двигателя для комплекса «Гнома». Ведущим конструктором проекта был назначен Сергей Ванин. Сегодня подобные двигатели рассматриваются как основа гиперзвуковых летательных аппаратов будущего. Над их воплощением трудятся тысячи инженеров по всему миру. Коломенцы же создали подобный действующий образец еще в середине 60-х годов. В твердом топливе и горючий окислитель заключены в самом заряде. А прямоточный двигатель, если брать окислитель из воздуха, отсюда энергетика двигателя в пересчете на заряд твердого топлива становится огромной. Прямоточный двигатель позволил спроектировать ракету весом всего 29 тонн и дальностью полета 11 тысяч километров. Ближайший конкурент Королевская РТ-2 весила в два раза больше. Но увидеть свое детище в металле Борис Шавырин не успел. 9 октября 1965 года великого конструктора минометной техники не стало. Спустя несколько дней после его похорон состоялся первый запуск прямоточного двигателя комплекса «Гном». Образовался облако почти как от ядерного взрыва. Поскольку все дулось в отбойную стенку, потом это все пошло вверх. И типа образовался даже грипп как от ядерного взрыва. Но в ближайших домах стекла, естественно, повылетали. Но это были служебные помещения, не жилые. Заканчивали проект «Гнома» уже под руководством нового главного конструктора Сергея Непобедимова. КБ «Машиностроение» для сборки опытных образцов нужен был завод. Но в те годы по приказу Хрущева строить их запрещалось. Проблему взялся решить секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов. Чтобы обойти распоряжение главы государства, Дмитрий Устинов, как он сам позже шутил, провел махинацию государственной важности. Он дал распоряжение построить для КБ «Машиностроение» самый большой в мире гараж, площадью 10 тысяч квадратных метров. Достойный кандидат для книги рекордов Гиннеса. Позже специальным постановлением гараж реконструировали. Так появился современный завод, где коломенские конструкторы создавали свои уникальные изделия. В 1967 году в Коломну уже начали поступать агрегаты двигателей для комплекса «Гном», собранные в Нижнем Новгороде. В этом городе коломенские инженеры познакомились со знаменитым конструктором экрана планов Ростиславом Алексеевым. Вместе с ним был проработан вариант установки ракеты «Гном» на новом летающем корабле, получившем в НАТО название «Каспийский монстр». Однако замыслам конструкторов не суждено было сбыться.